Всем привет, друзья! А вы на канале GigaCloud About. И сейчас у нас рубрика GigaCloud Talk. Напомню, это часовой разговор с бизнесменами, IT-руководителями и топ-менеджерами Украины. Пик, кибер-угросы, пик-атак, он еще впереди, он еще не наступил. Чем больше мы онлайн, тем больше рискуем. Выставлять свои дополнительные сервисы, которые у тебя были защищены, наружу. Сейчас может быть и так заражение. Где досить, там, якщо нещоденно, то раз в тиждень. Так или иначе, каждый из них касается безопасности. И тема сегодняшнего разговора – кибер-угрозы. Для того, чтобы разобраться в этом поподробнее, введем несколько слов в поисковую строку Google. Именно оно – хакеры. Переходим на новости. Как вы думаете, что я здесь вижу? Первая новость. Китайские хакеры атаковали компанию-разработчик. Чешские больницы атаковали хакеры. Второе слово – кибер-атака. 13 апреля. Это уже поближе, друзья. Киев. На электронные сервисы КГГА осуществляется кибер-атака. Друзья, ну все понятно. Опасность грозит каждому из нас. Малому, среднему, крупному бизнесу. Государству, в конце концов. Именно поэтому у нас сегодня в гостях те люди, те эксперты, которые могут помочь нам разобраться в этой теме поподробнее. Поехали. Вы знаете, что президент Европейской комиссии 24 марта сделала заявление о сильном росте кибер-преступности в Евросоюзе. Что ВОЗ рапортует о том, что на нее ведутся кибер-атаки одна за другой. Я хочу начать наш сегодняшний толк с Егора Аушева, который хорошо знает врага в лицо. Собственно говоря, я так понимаю, что если ВОЗ стал главным объектом кибер-угроз, кибер-атак, можно ли считать, что мы сейчас находимся под особой опасностью хакера? Егор, что скажешь? Да, спасибо, Антон. В первую очередь за то, что собрал нас и поднял этот вопрос очень важный. Егор Аушев, кандидат на УФ, эксперт по кибербезопасности международного уровня, соучредитель школы белых хакеров CyberSchool и компании CyberUnit, сооснователь хакер. То, что в нашей стране это не обсуждается на глобальном уровне сейчас, не обозначает, что этот вопрос становится второстепенным. Как мы видим, на сегодняшний день все компании перешли в удаленную работу. Большинство сотрудников всегда по домам работают и к чему-то приводит к росту кибер-угроз. Если в Евросоюзе количество кибер-угроз фиксируется, то этот вопрос поднимается. В нашем случае, в нашей стране, к сожалению, это идет под таким второстепенным видом, что это не очень важно. Что мы должны знать в этой ситуации? Мы все должны, владельцы компаний, владельцы бизнесов, должны подумать о том, как обезопасить своих сотрудников, как обезопасить своих клиентов, поскольку меняется полностью система управления компаниями. И даже после того, как произойдет спад коронавируса, спад пандемии, все равно большинство процессов, по моему мнению, останутся уже в онлайне. Благодарю, Егор. Жизнь больше не будет прежней, я так разумею. Я к Николе актуальна. Жизнь будет более быстрой становиться. То есть она не будет прежней, но она будет еще более интересной, поскольку очень много компаний пошло бы онлайн. И сейчас самое время как раз ответственному бизнесу уделить внимание как раз вопросу кибербезопасности, поднять его и имплементировать те лучшие практики, которые существуют во всем мире. Слушай, спасибо, Егор. Ну, коль Назар уже прокомментировал, дал свой спич в эфир, вопрос тогда к тебе и перейдет, мой друг. Назар, вот скажи, а вот как ты в памяти своей, ну, наверняка, не то, что в памяти, в наших реалиях, ты помнишь какие-то серьезные атаки на сервисы и продукты нашей группы, наших, возможно, клиентов? Или, возможно, в твоей истории были как раз вот недавние атаки по каким-то твоим проектам, которые, кроме группы, созданы тобой? Что скажешь? Пангуешь. Назар Курочка, основатель группы компании Гигагрупп, эксперт в IT-сфере с более чем 16-летним опытом работы, умеет выстраивать и развивать IT-инфраструктуру с нуля. Ну, я думаю, ты в курсе, что у нас отбывается. Вот, и я думаю, что все, те, кто принимает участь в данном итоге, тоже наблюдает такую ситуацию, что разного рода атак, кибер-атак все больше. И мы, как IT-компанія, все частейше заштовхуемся с такими викликами, с этими атаками. Взагалі, я рахую, что все, ну, там, підприемства, бизнес, який цифровый, или, как можно сказать, уже диджитализированный, и залежит от онлайн-доступности своих различных сервисов. Такие бизнесы, предприемства, прежде всего, страждают, и хакеры сосредственные именно на таких предприемствах. А боль и сумм цієї всей истории, мы ранее, я не помню, на какие встречи обговорювали, то, что когда с предприемцем, или с людьми, сдаётся эта история, там, забрали какую-то информацию, торгуются, там, не все знают, и ухауша, который поможет. Людина, предприемець, залишается сам на саму с данной ситуацией, потому что, мне кажется, что на государственном уровне достаточно не регулированы отношения с киберполицией, что мы там знаем, когда звоните в 101, 102, 103, а в данных ситуациях, ну, люди не знают, куда обратиться. Если не так, можете меня поправить, у меня такое ощущение. Егор, ну, мы как-то обсуждали это, мне кажется, что не выписаны эти все нормы. Да, эти нормы не выписаны. Я бы ещё добавил, что пик кибер-угроз и пик атак, он ещё впереди, он ещё не наступил. То есть он будет после пика пандемии, поскольку атаки на крупные корпорации – это не дело одного дня или одного часа. Как правило, это действуют группы хакеров, и они последовательно проникают в систему, они находятся в системе и в нужный момент потом начинают свои действия, когда им это уже необходимо. Как быть уверенным на то, что это не происходит с вашей компанией, с вашей корпорацией? Есть только способ. Один – это проверить, то есть тестировать вашу тему на уязвимость, на, наверное, так называемых дыр, для того, чтобы, которыми могут воспользоваться хакеры. А также обучать персонал и устраивать стандарты безопасности ваших компаний. Да, я бы сказал, что у нас, ну, по палаті, по группе в целом, да, по палаті, как что мы видим, да. У нас тоже достаточно часто, оскільки клієнтов, достаточно большая кількість, достаточно часто отбываются атаки. Например, если брать наш там напрямок телеком-бизнесу, то это геатранс, это в основном дыдос-атаки, спрямованный на кого-то из наших клиентов, ты знаешь, там, где досять, там, если нещоденно, то раз в тиждень месяц. Есть еще одна такая, у меня инвестиция, она видображает стан с этими загрозами на сегодня. Егор тут тоже мает знать, чую, это биткоин гаманет страстя. Вот, мы считаем себя лидером в питаниях киберзахисту вот и надежного зберегания криптовалют, и там достаточно много имплементованных, там, сучасных, там, криптографических протоколев, алгоритмів, и из-за того, что это, там, криптогаманец, и он является неким интерфейсом, который используют люди для нецензурованных грошовых транзакций. И поэтому эта площадка является эпицентром для хакеров. И фишинги, и представа там, ну, цих доменных имен, социальная инженерия, все это наблюдается. Я хочу вопрос задать следующий, и его адресую Вячеслав вам. За какой информацией чаще охотятся хакеры в тех проектах, в которых работаете вы? И какие бизнесы более уязвимы, в которых вы работаете? То есть, может, вы помните какие-то такие кейсы, в которых сталкивались напрямую с этой черной силой? Что скажете? Вопрос, ну, скажем так, его надо рассматривать более широко. Вячеслав Нехороших, Chief Information Officer в группе компаний «Фокстрот». До недавнего времени руководил направлением информационной безопасности «Приватбанка». Эксперт внутреннего контроля, управления рисками информационной безопасностью в банковской сфере с более чем десятилетним опытом работы. Сертифицированный ЦИС. Они ведь охотятся не только за информацией, а вообще преследуют большинство всяких целей. Ну и, в принципе, это и недоступность объектов критической инфраструктуры, нарушения деятельности предприятий крупных государственных. Бывают простые хакеры на уровне школьников, которым интересно просто потестировать недавно изученные где-то навыки на практике. Бывают достаточно серьезные организации террористические, у которых есть свои цели. Или бывают так называемые state-sponsored attacks. Это, в принципе, такой достаточно непопулярный пример. Если сравнивать хакинг, ну, я имею в виду неэтичный, потому что есть этичные хакеры, которые нам помогают выявить уязвимости, закрыть какие-то бреши в многослойных системах защиты информации. А вот неэтичные хакеры, да, можно их сравнивать с мошенниками. В принципе, там есть такой довольно известный концепт, треугольник мошенничества. Для того, чтобы оно было совершено, нужно всего лишь три фактора. Первое – это давление обстоятельств, это когда кто-то зачем-то очень сильно хочет, у него есть давящие обстоятельства для того, чтобы совершить мошенничество. Второе – это возможность совершения. И третье – это возможность самооправдания. Если мы вспомним 2014 год, очень показательный пример, когда наше государство вследствие политической обстановки ослабело, что сделал наш северный сосед. Да, он имел некое давление обстоятельств, у него была возможность самооправдания вследствие исторических переходов Крыма между державами. Собственно говоря, что появилось? Появилась возможность совершения. И вот сейчас вот этот многослойный пирог защиты, хакеры действительно, как правильно было сказано, не один день готовятся к серьезным атакам на критические объекты инфраструктуры, на крупные корпорации. Это комбинация социальной инженерии и технических уязвимостей. Но вот в один момент, когда жизнь выталкивает всех изнаружи на вне, то есть когда все, будучи неготовыми, большинство предприятий к обеспечению достаточно серьезного уровня защиты, когда пользователь находится вне периметра сети, вот здесь появляется тот самый элемент возможности совершения. И те, казалось бы, там невозможные вещи еще вчера открываются для хакеров совсем с другой стороны. И они просто пользуются этими возможностями для совершения каких-то, ну, может быть, и давно запланированных, злонамеренных действий. Что касается, какая информация им интересна, но в разных корпорациях разная. И, в принципе, если говорить о банках, это, естественно, доступ к банковским счетам, клиентам, карточным счетам. Естественно, у кого есть процессинг, это данные процессингового центра. Вот в условиях, когда весь рынок переходит в онлайн-бизнес, я бы сказал, что это интерес, скажем так, нездоровой конкуренции, переманивания к себе определенных клиентов. Мы вот, в частности, заметили повышение количества атак на отказоустойчивость. То есть просто обездвижить конкурента и забрать весь поток его клиентов к себе в период, когда значимость онлайн-канала существенно возрастает. Перейдя в онлайн, естественно, открылись те бреши и, в принципе, несовершенство систем защиты, для чего была не предназначена повседневная day-by-day работа, когда мы работаем изнутри периметра сети, и все вышли за его пределы. Это хорошая возможность для совершения атак на объекты критической инфраструктуры всего государства в целом. Володя, к тебе сейчас обращусь. Коллеги столько сказали о разных рисках. Получается, чем больше мы онлайн, тем больше рискуем. Что ты думаешь на этот счет? Так ли это? Ну, я бы, наверное, не сказал, что мы тем больше рискуем, а на самом деле, чем больше мы выходим в онлайн. Владимир Литвин, директор по информационной безопасности «Гигасейф», руководил информационной безопасностью в холдинге «Астарта Киев». За свою более чем 16-летнюю карьеру работал «Правиксбанк», «ИССП», «Омега-секьюрити-сервис». Тем больше у нас есть возможности. И у хакеров тоже эти возможности появляются. Но, опять же, бизнес не готов был к тому, чтобы сделать это экстремально быстро. Те корпорации, те предприятия, которые регулярно работали на удаленной работе, большие компании, они были подготовлены, как минимум, морально. Морально к тому, что у нас уже есть экспертиза, у нас уже есть опыт, как выходить на удаленную работу. У нас есть определенные политики внутренние, у нас есть определенные регламенты внутренние, которые позволят это сделать достаточно быстро. Но для большего числа предприятий, которые ушли на удаленную работу, это все вновь, это все новое, это все достаточно интересное и неопробированное. Соответственно, те методы, которые были использованы для внутренней локальной сети, они частично перекрывают только то, что было удаленно. Плюс, опять же, вызовы, которые стали перед сотрудниками ИБ и ИТ, связанные с удаленной работой, они не совсем релевантны. Скажем так, выходя в онлайн, ты в любом случае обязан выставлять свои дополнительные сервисы, которые у тебя были защищены, наружу. Ты это делаешь быстро, потому что вот, ну, айтишники и ИБшники, которые были не готовы к этому, они не умеют это делать, а им приходится это делать. Соответственно, в режиме экономии средств, когда бизнес говорит, мы срезаемся и опексы, капексы и так далее, понятно, нанимать они никого не собирались, это должны были делать своими силами. Те люди, которые, специалисты, которые никогда не делали этого, они начинают делать, и возникает большое количество проблем. Грозы, которые стали сейчас перед бизнесом, они на 71%, ну, 71-72, там, капексы, они превышают те риски, которые были до этого. БРовцы, например, они говорят, что в 3-4 раза уровень повысился опасности. И, соответственно, в тот момент, когда мы на стрессовых условиях выходим в онлайн, у нас возникают проблемы, так называемый misconfiguration. Проблема неправильно настроена. Вторая проблема, когда ты настроил и позабывал там позакрывать дополнительные сервисы, службы, которые у тебя сейчас торчат наружу. Просто забыл, потому что надо быстро это делать, надо это было делать на вчера, на сегодня. Второй вопрос, который возникает, опять же, в онлайне, это доступность людей из их домашних компьютеров. Домашний компьютер – это не корпоративная сеть, это не сеть приватбанка, фокстрота и так далее. Это сеть, состоящая из одного роутера или, условно, одного компьютера. И по большей части это какие-нибудь торренты висят дополнительно, не используется ни лицензионное программное обеспечение и так далее и тому подобное. Соответственно, риски, конечно, выше. Я обращусь к зрителям. Если вдруг наши коллеги уже ответили на какие-то вопросы или подсветили вам те темы, те кейсы, которые случаются в вашей практике, в вашем бизнесе, пишите нам, мы обязательно раскроем вам эти темы, передадим информацию, поэтому пишите, задавайте вопросы. Пока мы не забрались, как следует, в следующий блок, я для зрителей хочу подытожить то, о чем мы уже проговорили. Всегда был фон различных киберукросов. Они были до карантина, они будут после карантина. Но, несмотря на то, что он есть, он не очень громко освещается в СМИ, не совсем понятно, как с этим работает государство. Каждый спасает себя как-то самостоятельно. И когда наступает карантин, у бизнеса и у государства, вообще у всех появляется новый вызов, это научиться работать через онлайн. И вот этот спешный переход в онлайн, в условиях экономии, дефицита знаний, он открывает некие возможности, появляются некие новые уязвимости. А с оправданиями у кибермошенников, как правило, нет проблемы. Что касается мошенников, их тоже количество увеличивается, поскольку появляется уже такая категория, как школьники, которые пытаются делать атаки по гайдам из интернета. И это тоже создает определенную маскировку для реальных крупных злоумышленников, которые, может, где-то прячутся за такими мелкими активностями. То, что сейчас, мы еще пока не видим большого всплеска каких-то громких вещей, типа, как был там Нот Петя, Black Energy, этой атаки 2015-2016 года, то, что мы сейчас этого не видим, на самом деле это не означает, что ничего не происходит, потому что, как Егор подметил, сейчас может быть и так заражение, проникновение в систему, а атака, она может быть отложена и произойти где-то потом. Хакеры — это уже большой бизнес. Пригласили 20 хакеров, которые с утра до вечера взламывали Прозоро. Выплачивал до 1 тысячи долларов за найденные уязвимости. Смотрите, на самом деле хакеры — это уже большой бизнес. Это такие же SaaS-провайдеры, как тот же Microsoft, имея свою поддержку, имеют свои группы реагирования, реагирования, имеют свои телефоны, колб-центры и так далее. Соответственно, это корпорации, которые точно так же зарабатывают деньги, как и большие интерпрайсы, просто, опять же, на страхах, на неумении и так далее. Поэтому я бы не говорил, что это только скрипкидия. Это большой-большой… Это синдикаты, это целые группировки. Причем они разделяются по категориям разных. Есть программисты, есть те, которые внедряют, эти бот-фермы пишут, есть те, которые продают эти бот-фермы, есть те, которые продают маркетплейсы, в маркетплейсах создают свои площадки, как андроид же маркетплейс. Володя, такое есть ощущение, что ты к какой-то группировке относишься, потому что чувствуешь какую-то скрытую рекламу. Какую группировку рекламируешь? Какую группировку? Это не важно. Чтобы было понятно, что этот бизнес, он намного круче, чем бизнес металлургии на сегодняшний день. Я услышал. Мы поговорим после колы, потом, какая у тебя бизнес-модель, давай только не сейчас. Поменяем, подкрутим. Да. Украв информацию у бизнеса или у государства, можно буквально остановить практически все. Поэтому вопрос хочу первый задать Вячеславу. Вячеслав, говорят, что удаленка всех спасет. Ну, так нам многие говорят, мы сейчас на удаленку перешли, это все поможет. Но может ли случиться так, что переезд на удаленку или уже случилось у кого-то, открыл дыры в безопасности и наоборот может похоронить бизнес? Вы знаете, я думаю, что это жизнь и, естественно, такой сценарий возможен. И я даже больше, чем уверен, что кому-то такие бизнес удаленка похоронила. Может, каким-то, ну, небольшим предприятием, владеющим ценной информацией или у которых на конкурентной информации строился весь бизнес. Это вполне возможно. Я хочу акцентировать внимание немножко на другом успекте этого вопроса, что, да, если мы представим, что есть этот рынок хакеров, да, то в правильном понимании этого слова с ними тоже надо неким образом выстраивать взаимоотношения и защищать, конечно, свою сеть. Я хочу вот привести пример, который мы практиковали в Приватбанке. Это так называемая баг-баунти программа. То есть, о чем идет речь? Понятное дело, что сервисы Приватбанка, несмотря на хороший достаточный уровень защиты, они все-таки уязвимы. Есть мнение, которое я разделяю, что если кто-то серьезный задался целью вас поломать, он это сделает. Вопрос лишь во времени, в легкости, с которой он это сделает, в ресурсах, которые он на этом потратит, и, собственно говоря, в количестве барьеров, которые ему придется при этом преодолеть. Но так или иначе, нет идеально защищенных систем. Программа к баг-баунти была призвана настроить, скажем так, конструктивный диалог с теми людьми, которые действительно хотят практиковать свои навыки и которые хотят показывать свою значимость, удовлетворять свои амбиции. заключалась в том, что приват, я не знаю, как это на текущий момент, осталась программа или нет, но на тот момент, когда я там работал, выплачивал до 1 тысячи долларов за найденные уязвимости. И, в принципе, достаточно конструктивно получалось, когда был канал, хакеры могли, естественно, тренироваться на системах. да, вы скажете, ну, это же деньги людей, но вся суть заключается в том, что вы или знаете, что они на вас тренируются, или не знают. То есть третьего варианта нету, то есть это же третьи лица, вы можете попытаться координировать их действия, можете не пытаться этого сделать, но суть от этого никак не меняется. Это было достаточно хорошим стимулом взаимодействия с IT-подразделением, потому что коль скоро уже некой хакерской группировке или отдельно взятому хакеру известна какая-то уязвимость, которая ведет к доступу к какой-то информации критической, то, естественно, такие уязвимости не оставались IT-подразделением без внимания, и был срок, один день рабочий, в который такие критические уязвимости устранялись. Ну вот, собственно говоря, в малых бизнесах, да, и в тех, которые слабо уделяли вопросам построению систем многослойной защиты, то я думаю, что риски ухода таких бизнесов с рынка вследствие остановки их деятельности через хакерские атаки или слива какой-то критической информации, являющейся ядром для ведения бизнеса, конечно... Весьма высокий, да, процент? Да, ну, весьма высокая доля вероятности, что такие бизнеса будут уходить, потому что, ну, как бы, надо заранее думать о своей безопасности и все-таки достаточно наинвестировать средства защиты. Согласен, спасибо, Вячеслав, согласен, но как понять, чему уделять особое внимание? Вот, Егор, можешь поделиться такую информацию? Отличается ли защита разных типов информации и какие отличия и особенности этой защиты вот на уровне государства и на уровне мировых практик? Как эксперт? Да, разумеется, отличается. Я как раз на примере вот Бакбаунти коллега уже сказал, рассказал кратко, как банк проводил программу Бакбаунти. В свою очередь мы проводили Бакбаунти для Прозора и вот как раз это государственный орган, который там один из немногих и один из первых запустил эту программу. То есть, как это все происходило. Директор Прозора говорит, для меня важно проверить неуязвима ли вот эта конкретная информация, та информация, которая для него в их бизнес-процесс является очень важной. Является ли она хорошо защищенной. Мы собрались, организовали этот марафон Бакбаунти, пригласили 20 хакеров, которые в течение дня, ну, хакеров, этичных хакеров, специалистов по сайбер-секьюрити, которые с утра до вечера взламывали Прозора. При этом находился там генеральный директор Прозора, технический директор. Младшему хакеру было там 15 лет, он приехал с родителями. Ну, то есть это было такое интересное компетишн, это было соревновательное такое шоу, которое принесло свои результаты. То есть на этом примере я хотел показать, что в каждой организации, в каждом направлении есть свои важные, критичные данные, которые нужно защищать. Если мы сейчас говорим о медицинской сфере, которая у нас сейчас у всех на слуху, все проблемы у нас медицина, которая существует, и несколько лет назад в Сингапуре мы припоминаем, что был случай, когда взломали Министерство здравоохранения или там страховую, я уже не помню, и сотни тысяч данных заболевших людей вышли в онлайн, среди которых оказался и премьер-министр Сингапура. И если мы перенесем этот пример в украинские реалии, то есть это же возможность для грязных махинаций политических, потому что в том числе игр, то есть если окажется, что какой-то политик болел какой-нибудь болезнью и скрывал это от своих избирателей, то есть это практически может погубить карьеру этого политика. То есть мы должны понимать важность этих вопросов и в то же время мы должны понимать, что для таких направлений существуют конкретные стандарты безопасности, существуют медицинские стандарты безопасности, которые мы должны приводить сюда в Украину, мы должны запускать частный сектор в эти рынки для того, чтобы он обеспечивал эту безопасность и должны появляться ответственные люди за кибербезопасность в каждой в энергетике, в медицине и так дальше, и так дальше. То есть хороший сигнал, что у нас появилось министерство IT-трансформации, но оно слишком маленькое для того, чтобы покрыть все эти вопросы. Я не слышал, чтобы там было подразделение кибербезопасности. Эти все вопросы, которые мы должны поднимать, обсуждать и усиливать государство. Мы частный сектор должны усиливать государство в этих направлениях. Какой-то план действий у тебя лично есть на этот счет? Что бы ты начал делать? Может быть, уже делаете? Ну, это пока как волонтерство выглядит. Выпускники моей школы Cyber School усиливают, и в данный момент офис президента работают в IT-департаменте, в некоторых министерствах. Но это скорее как просто мой дар государству. То есть я говорю, вот возьмите, давайте мы вместе будем усиливать, давайте вместе делать какие-то вещи. Но комплексных изменений мы пока не видим. Но мы ожидаем, что они наконец-то наступят. Конечно, сейчас говорят, сейчас не время этим заниматься. Но действительно ли не время этим заниматься? А когда? А потом это когда? Когда уже шандарахнет? Да, вот в общем вопрос. Ну, собственно говоря, если будут задачи и план действия, который ты будешь видеть более эффективно, приглашай, вот как минимум уже смотри, у нас есть небольшая комьюнити для того, чтобы подключаться как эксперты к этому. Да, я бы тоже прокомментировал, что с Назаром у нас есть некоторые инициативы. Сейчас в процессе создания ассоциации, национальной ассоциации кибербезопасности. В этой ассоциации мы хотим, вот мы приглашаем всех стейкхолдеров этого рынка объединяться, все вместе двигать эти вопросы, давать посылы для государства, что вот бизнес консолидировался, у бизнеса есть свое мнение, давайте вместе садиться обсуждать эти вопросы. Я думаю, что в скором будущем мы сможем сдвинуть с места эту проблему. Назар, у меня есть такой вопрос, уже из наших реалей, ты мог бы нам рассказать больше о безопасности обличных сервисов и вообще зачем нужно следить за тем, чтобы уровень безопасности в наших проектах, продуктах, продуктах обличных клиентов возрастал? Почему вообще такая должна быть прискипленность? Решение, чтобы обеспечить 100% захист, тут киберситуация с огрозами схожей с коронавирусом, потому что 100% вакцинации немало. Киберзахисты помогает варіант самоизоляции и бекапов. Я бы наслаждал делать бекапы в хмарах. Взагалі, как хмарным оператором, я бы рекомендовал всему, кто связан в этой сфере, смотреть за температурой клиентов, чтобы у них, как наш Гарант говорит, было 36,6, кого есть, возможности все же таки свою критичную, если ту инфраструктуру, которую они считают критичной, все-таки по возможности вынести до, я не говорю, гигаклама, до хмарных операторов, мне кажется, потому что это более надежно, это их день, 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 работа, бизнес, и они сфокусированы на вопросах безопасности, по нам знают, что мы активно проходим и ИСО регулярно, и КСЗІ, вимоги, и то, поэтому мелкому бизнесу и ради каких-то двух серверов тяжко впроводить все заходы безопасности. тому welcome to cloud. Володя, как думаешь ты, часто таким атакам подвергается вообще бизнеса, тех, которых мы сейчас перечисляли, и с этим можно вообще бороться? Там только что прозвучало чуть ранее от Назара кибергигиена, насколько это спасительная история, или это начало? Я отвечу сначала на первую часть вопроса. Я отвечу на этот вопрос песни. Да, можно и так. На самом деле Егор затронул тему про Сингапур. В данном контексте COVID-19 сейчас как раз медицинские учреждения стали основной основной основным таргетом для тех же хакеров. То есть лаборатория тестировала вакцину и вот вот так вот, потому что нужно зарабатывать денег по кибергигиене. Но опять же, кибергигиена это в первую очередь та осведомленность пользователей, которая должна присутствовать регулярно. То есть если мы возьмем вот там затронули процессы, затронули сертификацию, затронули стандарты ISO 27001 с его приложением 002, там отдельным пунктом выделяется, отдельным параграфом, что пользователи должны регулярно проходить обучение, регулярно проходить тренинги и так далее. Тома компания регулярно должна проводить эти тренинги, если у нее есть компетенции. Если нет, то компетенции они нанимают компании а-ля наши, например. И мы тоже это делаем. То есть мы проводим атаки, скажем так, симуляции атаки по социальной инженерии. Мы проводим те же самые тесты на проникновение. обучение пользователей это самый дешевый способ защитить компанию. Я про хакера уже продолжу. Насколько они уже стали умные, они уже высылают дополнительные приложения на андроиды, на ПК-шки. Они высылают отдельные файлики, они пользуются тем, что люди боятся коронавируса, люди боятся этого ковида. Они высылают экзешники информацию о том, что нужно этот файлик установить, вы получите наиболее актуальную информацию по советам, по рекомендациям и так далее. Людей нужно обучать, что этого не надо делать. Не надо запускать экзефайл, если он доходит. Не надо открывать письма, которые непонятно вообще от кого. То есть не надо эти письма вообще, на них отвечать даже не надо. Когда человек даже вступает в какой-то диалог с злоумышленником, это первый ответ к тому, что они готовы уже заходить в компанию. Уже есть люди, которые могут среагировать. На самом деле кибергигиена это большой процесс, который на регулярной основе должен проводиться. Он не проводится за один день. Пользователей нужно обучать даже по ролям. Если это CXO можно обучать их определенным моментом. Если это уровень бухгалтера, нужно бухгалтера обучать, что в данном случае вы утеписываете реже, либо наоборот чаще. Опять же, много-много аспектов, которые говорят о том, что сама тибергигиена это не стендалон процесс. Это постоянно идущий. У нас тоже недавно была фишинговая рассылка, вы помните. И мы отреагировали достаточно оперативно, быстро и сделали все для того, чтобы она дальше не нас кого-то зацепило вообще, напомни. Зацепило человека, который здесь сидит в этих экранчиках. Да. Да. После этого больше никого не зацепило. Давайте начнем с итогов этого блока. Итак, что мы выяснили, что у каждой отрасли есть свои критичные именно для этой отрасли данные. Например, в медицине это персональные данные пациентов. И большие компании, и государственные компании, они устраивают своеобразное соревнование. То есть их внутренняя служба безопасности анонсируя баг баунти программу, она начинает соперничать с участниками этой программы. Это сторонними хакерами, которые занимаются поиском уязвимости. Это такое трехстороннее выходит соревнование между службой безопасности собственного предприятия, баг баунти командой, которая в свою очередь старается опередить неэтичных хакеров, которые ищут уязвимости для того, чтобы извлекать выгоду собственноручно, а не за вознаграждение от компаний. Государство идет по похожему пути и появляются отраслевые стандарты безопасности, государственные стандарты безопасности, над этим работают Минцифры, пока где-то хромает еще и навряд ли сможет догнать хакеров в этой гонке вооружений без помощи бизнеса, особенно бизнеса, который занимается профессиональными IT-сервисами, в том числе связанными с безопасностью. Мелкий и средний бизнес, для него самое лучшее решение это тоже обратиться, наверное, к профессиональным сервисам и особое внимание уделить кибергигиене и обучению своих сотрудников. О чем вот сюда бы я и хотел перейти, это самая, на мой взгляд, вообще важная часть истории, как однажды пойманный в ходе учений по безопасности на фишинговую ссылку человек, я сразу скажу свое оправдание, что у меня была включена двухфакторная авторизация, что я сразу же зарепортил события, случившиеся, моментально поменял все пароли, но тем не менее, инцидент есть инцидент, хоть он продлился секунд 40, но тем не менее, это было. Именно ты, простой гражданин, сейчас майнишь частью своего компьютера какие-то чужие биткоины, именно простой парасичный громадянин, это человек, который делает свои устройства частью ботнетов, которые организовывают дидос-атаки, про которые мы разговаривали в начале. И именно обычный специалист чаще всего и становится дыркой безопасности, которая приводит к тому, что большие компании страдают. Ничего личного, просто такой хакерский бизнес. Безопасность настолько прочна, насколько прочна самое слабое звено. Это взломает не систему или почту. То есть кибербезопасность начинается с человека. Да, в NFC безусловно. Есть там бизнесы, предприятия, государства. А вот что конкретно делать простому человеку? И может ли он быть мишенью для хакера? И вообще причиной маленький человек может ли стать причиной большой проблемы? Вопрос от Жоры. Несколько лет назад мы запустили Cyber School школа обучения этичных хакеров, поскольку количество сотрудников, которые требуются в мире, растет постоянно, каждый день, каждый год. Самый простой способ проникнуть в компанию это взломать не систему или почту, это взломать как человека. То есть как уже правильно сказали процентов до 90% всех взломов компании происходит через конкретно ошибку человека, который допустил ошибку, кликнул на какой-то линк, который открыл какое-то приложение, вследствие чего произошло заражение. То есть если весь мир борется сейчас с вирусами, то злоумышленники монетизируют вирусы, только компьютерные. Происходит такая ситуация. Что мы должны знать? Сейчас самый распространенный способ фишинговых этап это когда приходит письмо, в теме письма написано, что это COVID-19, что срочно откройте важнейшая информация и рассылка это якобы от руководства компании, сотрудники открывают, начинают кликать на ссылки и происходит заражение. То есть мое мнение, что должны быть такие, так называемые никогда, те правила, что мы никогда не делаем в нашей компании. То есть мы никогда не пересылаем, например, пароль. Их может быть всего там несколько, но это те базовые вещи, которые уберут сразу же большое количество уязвимости вашей компании. Никогда не пересылаем пароли, никогда не кликаем линк, если вы не просили на этот линк, никогда не открываем attachment и так дальше. То есть вот эти конкретные вещи, конкретные прикладные шаги помогут вам избежать. Что касается обычных людей, то собственно граждане страны это и есть государство само, это и есть страна. И обычного человека его могут использовать абсолютно просто для так называемого вектора атаки. То есть он может быть инфицирован, его могут сломать обычного родственника, какого-то руководителя. То есть хакеры ищут самый простой способ проникновения в компании. То есть надо понимать, что это должен быть комплексный подход. Любого человека могут сломать, поэтому киберг-хигиена, умение обращаться с новейшими технологиями, это мы должны учить своих детей, мы должны рассказывать. с самих себя начинать, не только с предприятия государства. Вы знаете, это как говорят, ваша безопасность настолько прочна, насколько прочна самое слабое звено, и это слабое звено всегда почему-то человеку. Абсолютно согласен. На самом деле, опять же, если говорить про те же хакерские угруппировки и так далее, например, затребовать с кого-то 100 баксов за компьютер и заразить десятки тысяч компьютеров, получить хорошую квартиру в центре Киева, наверное, на Майдане уже можно. Опять же, компьютеры пользователей не менее меньше защищены. Плюс, еще момент по поводу, кстати, одного человека. Есть два кейса. Первый кейс, это, например, буквально недавняя информация о отелях Мэриот, которые были скомпрометированы там какое-то бешеное количество, по-моему, 5 или 6 миллионов учетных записей, персональных данных. Опять же, они говорят, что не все там, но на самом деле 5 миллионов это не маленький показатель. И все произошло от root calls, как это главная причина, корневая причина была пользователя. То есть, это не была атака на всю инфраструктуру, это была атака на учетную запись пользователя, который находился где-то в локальном представительстве, где-то во франчайзинге находился. Плюс, опять же, есть кейс по аэропорту Сан-Франциско. Были взломаны два сайта, причем не напрямую связаны с самим аэропортом. Два сайта не конструкторские, один еще какой-то там был взломан. С помощью, опять же, SQL-инъекции они вложили код и получили данные. И вот данных пользователей получили данные к всему аэропорту. То есть, там около 8 тысяч компрометированных учетных записей было получено. Опять же, было получено от одного человека, от двух людей. Не надо ломать все вместе. Надо достаточно взять одного человека. И вот почему один человек, это тоже важно. Спасибо. кибербезопасность начинается с человека. Тоже ты это подтверждаешь, Володя. Вот конкретно... 100%. Окей. Представим себе, что существует вот SEO, директора компании, бухгалтера. Есть ли какая-то вообще градация и необходимость подготовки их общего уровня безопасности? То есть, она вообще отличается от уровня специалиста или она все-таки общая для всех? Я попрошу, что это зависит от политики безопасности, я думаю, самих этих компаний, которые они принимают. Очень важно, это SEO, бухгалтер, менеджер. Они все люди, если у них есть доступ к критичным системам информации компании, то они все под критичным. Можно я еще буквально два слова, два слова. Смотрите, если, опять же, возьмем мой любимый 27 серию стандарт, это стандарт безопасности, там первым пунктом, который из всего стандарта идет, это приверженность руководства системы. То есть, на самом деле, руководство должно быть примером того, что будут делать остальные. И вот здесь как раз бы я наоборот, руководство уровень CXO компании я бы поставил в первую очередь. Если уровень CXO покажет, что для нас это важно, а не просто для бумажки или для какой-то галочки, тогда и остальные будут подтягиваться. Здесь лидерский как раз принцип, он очень важен. и показывая, что я со своих 15 последних айфонов я тоже делаю те же элементарные вещи, двухфакторную идентификацию, у меня свой пасворд менеджер есть. На две секунды у меня больше времени уходит, но я это делаю. Это важный показатель того, что и остальная компания будет в этом плане двигаться, потому что у руководства есть понимание того, что надо, это обязательно, это необходимо. Я бы добавил, что руководство, генеральный директор компании должен быть ответственным за любые возможные утечки информации или взломы базы данных его клиентов. И вот когда наступит вот эта ответственность, в этот момент как раз и придет кибербезопасность. Потому что если никто не ответственный, то этому не это тоже регламентируется стандартом 27.001. Да, Вячеслав, а что думаешь ты, вот как у вас и вообще вот как сейчас то, что обсуждалось с коллегами у вас протекает в бизнесе вашей компании? И вообще вы готовитесь к каким-либо атакам на сегодняшний день? Есть ли какие-то такие ожидания чего-либо? С чего начинаете вы? у нас у нас все по классике то есть ряд задач с точки зрения IT и информбезопасности которые необходимо выполнить и здесь у нас есть четкая ориентация на то, что составляет в этот кризисный период ядро бизнеса. Далеко не секрет, что сейчас все переходят не только к онлайн принципам работы, но и заработки в онлайн сейчас являются основными для многих компаний, поэтому кто не успел перейти в онлайн сейчас интенсивно выстраивает свои онлайн продажи, но нам важно их укреплять, развивать и самое главное с точки зрения IT поддерживать стабильность этих онлайн продаж с точки зрения информбезопасности это защитить от недоступности продаж, недоступности сервисов для клиента и сейчас действительно мы акцентируемся на нескольких критических для бизнеса задачах первое это защита онлайн каналов продаж второе это возможность удаленно работать эффективно ну и третье это обеспечить плацдарм для дальнейшей возможной онлайнизации и комфортного возвращения когда эта вся история закончится на свои рабочие места если вы работаете в какой-то компании в которой онлайн канал несущественный бухгалтер может и какой-то более критичной информацией обладает его целесообразнее защищать по итогам оценки информационного риска если вы работаете к примеру в компании такой как промода которая нескрытый пиар компания которая в свое время активно раскручивала большинство онлайн сервисов розетку то же самое и у вас SMM специалист это скажем так источник дохода и то что он делает приносит каждый день существенную прибыль является адром бизнеса ну конечно бухгалтер отходит на второй фразе Вячеслава потому что опять же здесь вопрос еще есть такое понимание как LMT когда человек попадая злоумышленный не человек а злоумышленный попадая на компьютер любого из специалиста дальше называется это техника LMT lateral movement test он пытается уже с этого компьютера дальше искать информацию здесь на самом деле помимо рисков нужно понимать что есть еще такие как зеро-дей атаки зеро-дей атаки они как раз и рассчитаны на том что мы мы можем посчитать этот риск но он будет не совсем корректным это зеро-дей атака она и будет исходить из того что попав на чей-то компьютер попав в инфраструктуру не важно даже какого специалиста абсолютно не важно дальше злоумышленник будет распространять свое влияние на остальную инфраструктуру это очень важный момент и здесь не обязательно даже понимать нет риск менеджмент это очень важно но опять же хакеры пользуются такой техникой как ЛНТ и попадая на один компьютер они начинают использовать дальше по всему сканингу делать сканин всей остальной сети это очень важно понимать и это важно опять же включать риск менеджмент который стандартный в классической инфраструктуре он не включается ну смотрите я просто здесь хочу немножко откомментироваться я просто некоторые вещи уже произношу на автомате за ними для меня кроется большой глубинный смысл я неоднократно в ходе своего спича говорил о некой многослойной системе защиты то есть естественно при любом риск менеджменте должен быть некий бейзлайн да у каждого должны стоять антивирусы должен быть контроль периметра сети фэрвол IPS IDS система то есть то что в принципе в равной степени вот как раз противодействует такому LMT принципу и вопрос заключается в том если допустим пробив брешь в этих нескольких слоях защиты вы попадете на компьютер или бухгалтер или сммщика да то допустим зашифрован компьютер и бухгалтер или сммщика кого вы в первую очередь кинетесь спасать то есть в чем ядро бизнеса и вот это следующие условия защиты чей компьютер вы укрепите лучше на чей компьютер вы же не будете ставить на 100% компьютеров компании DLP систему да в любом случае вы определите какой-то там периметр который обрабатывает критическую информацию поставите там более укрепленные средства защиты а слои пирога да они должны быть иерархичны и должен быть бейзлайн из нескольких слоев которые вот как раз против этого принципа и противодействуют если ты обычный чувак то тебе тоже надо напрягаться для этого каждый день для этого каждый день каждый день для этого есть минимум две причины есть для этого во-первых обычный сотрудник может быть корневой причиной большого инцидента безопасности который распространяется на всю компанию потому что надковырнув с его помощью как-то проковырявшись внутрь там уже злоумышленник найдет способ добраться и до критичных данных и вторая вторая причина это то что ты не можешь быть можешь быть не целью личной вот какой-то социально проинженеренной уязвимостью которую через которую будут атаковать твою компанию но ты можешь быть целью одной из тысяч людей которых просто однажды написанный хакером скрипт собирает их данные по всей планете ничего личного просто такой хакерский бизнес твой личный компьютер пошифрует и попросит за это 100 долларов то есть ты можешь быть целью прям с двух разных хакерских бизнес-моделей ранее упоминавшихся поэтому каждому стоит знать некие простые советы и это политики основанные на никогда во-первых никогда не пересылай пароли во-вторых никогда не открывай вложения которые тебе присылают незнакомые источники и даже знакомые если ты их не спрашивал не просил что-то тебе послать переспроси зачем это может быть это не посылали и третье никогда это никогда не открывай приходящие в письмах ссылки о которых ты также не просил и к этим трем нет я бы добавил еще одно да это обязательно настроить двухфакторную авторизацию во всех сервисах которыми ты пользуешься если вы знаете что вы сотрудник для компании важный и вы уже все вот это сделали но все еще тревожно это хорошо и правильно и идите сдаваться найдите айтишника или человека который отвечает в компании за безопасность и спрашивайте его что дальше делать я сделал вот это но поскольку у меня есть доступ к финансам или у меня есть доступ к настройкам критичного сервиса какие дополнительные меры я могу предпринять зарезервируйте меня как-то защитите сотрудничайте с теми людьми помогайте тем кто за безопасность компании отвечает жизнь каждого из нас и бизнеса было более безопасно это такой масштабный пилотный проект в рамках всего мира невозможно на уровне страны сделать кибербезопасность без частного сектора мне кажется если бы большинство пользователей нас и людей вообще знали все эти советы мир был более безопасен жизнь каждого из нас и бизнеса было более безопасно когда мы сможем вернуться к привычному для всех нас образу жизни к работе бизнеса и собственно мой вопрос заключается в том будет ли это привычный мир как был и так ли быстро мир вывалится из карантина как мы себе представляем в офлайн ну точно мир не будет таким как был раньше он будет быстрее будет интереснее но и будет более опасный да вот подытожим и мы должны все думать о том мы уходим в онлайн нужно заботиться о наших данных о данных наших клиентов наших партнеров мы должны соблюдать кибер-гигиену точно так же как мы протираем там все экранчики да постоянно все вокруг себя сейчас время вирусов да мы точно так же должны заботиться о кибер-гигиене о вирусах которые существуют в наших устройствах то есть это все в принципе опасности одного уровня поэтому чем больше людей будет задействовано в эти процедуры в эти процессы тем безопаснее будет нашей стране ну и конечно хочется добавить что невозможно на уровне страны сделать кибербезопасность без частного сектора это просто невозможно поэтому вот этот механизм работы он должен заработать на полную наконец-то то есть какие-то осторожные шаги мы видим но это еще не работает в той мере в которой мы все ожидаем мы открыты до государственного приватного партнерства абсолютно согласны Вячеслав что скажете смотрите как минимум есть полезный эффект есть предприятия которые были достаточно консервативными кто-то пробовал удаленную работу кому-то по каким-то причинам не понравилось кто-то об этом не думал а сейчас это такой масштабный пилотный проект в рамках всего мира по удаленной работе и не то чтобы мир никогда не будет прежним но в принципе новых каких-то видов бизнеса за этот период карантина не изобрели все рано или поздно так или иначе вернутся на свои рабочие места все вернется на круги своя возможно какая-то часть людей останется работать удаленно я не скажу что работа удаленная это ну скажем так для всех большое удовольствие все-таки не у каждого есть возможность выделить себе кабинет где его в течение рабочего дня не беспокоят и по домашним делам каким-то это все-таки требует отдельной концентрации это требует работы над своим желанием стремления к прокрастинации вот это абсолютно другой тип работы вдали от социума больше может быть для интровертов поэтому мои прогнозы что вот так существенно ничего не изменится и где-то 80-85% вернется на круги своя но кто-то извлечет из этого дополнительную вопрос когда действительно но этого сейчас вам не скажет никто я думаю что этот период коронавируса трошки завтра слуха и повиннее малий и средний бизнес и глобализация трошки успокоится в разных сферах банковских технологических перехватив смотрите на самом деле я тут с Егором должен согласиться что мы как раз ждем более большой всплеск по атакам по дата ликиджам по сливу данных и по остальным злонамеренным действиям чуть-чуть позже потому что в тот момент когда все перешли те незадетектированные атаки которые происходят из-за незнания опять же как Вячеслав говорил из-за того что люди не готовы к этому они проявятся чуть позже когда те же группировки они попробуют это на компаниях попробуют про бродфорс попробуют скомпрометировать инфраструктуры получить больше данных и только потом эти данные они уже выложат в открытый доступ в даркнете и так далее соответственно тот пик он все-таки будет чуть позже он будет скорее всего даже после окончания карантина когда уже они насытятся когда они получат информацию которая необходима когда они уже внедряют в систему останутся там и будут уже господары на своего сала в таком случае я бы все-таки говорил о том что после окончания карантина не надо говорить мы закрываем VPN и у нас все хорошо есть пример по тому же VPN пульса секьюр когда был взломан на него поставили опять же на уязвимости уже выпустили патч и до сих пор идут атаки только атаки идут уже не на эту уязвимость атаки идут по тем паролям по тем паролям актив директорей которые были сняты с помощью вот этой уязвимости соответственно нужно быть готовым сейчас наоборот мы открыли двери там многие компании открыли двери вот и они могут их закрыть но при этом там открыть полностью окно и в это окно будут врываться в это окно будут входить надо понимать что сейчас важно защитить бизнес причем максимальными усилиями защитить его потому что та информация которая может быть получена в это время она может быть действительно супер критично и уже без нее бизнес не восстановится спасибо друзья спасибо вам на этом все мы сегодня как настоящий джедай на светлой стороне силы на стороне наших зрителей я добавлю что риски всегда будут они были до коронавируса они будут после коронавируса но пусть эти риски не останавливают нас и не останавливают бизнес и лучше давайте не делайте пауз а развивайтесь вместе с нами вы были на канале геклауд и бауд канале про бизнес, людей и технологии до новых встреч друзья пока пока